Городище Культобе, затерявшееся в самом сердце духовной столицы Казахстана, станет масштабным археологическим парком под открытым небом. Уникальный памятник Туркестана покажут туристам. Пока научная концепция парка разрабатывается. Но уже известно, что в качестве главных пунктов туристического маршрута выбрали древние постройки с алтарями, средневековые бани и мечети, которые уже изучены и отреставрированы. Об этом рассказал генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры Андрей Хазбулатов. Отечественные ученые, археологи, историки на основе масштабных научно-исследовательских работ и найденных артефактов на городище Культобе с уверенностью говорят не только о возрасте Туркестана, которому 2000 лет, но и имеют материальные доказательства и его непрерывной истории. Возвращаясь к научному исследованию, хочу отметить, что история Туркестана начинается с древнейшего в Казахстане свидетельства городской культуры именно городище Культубе. А самым древним культурным слоем городища является святилище I века до н.э. Уже изучены и отреставрированы сооружения разных эпох, древние культовые постройки с алтарями, средневековые бани, мечеть и другие архитектурные комплексы, которые станут главными пунктами туристического маршрута будущего археологического парка. Меморандум о взаимном сотрудничестве был подписан в прошлом году между Министерством культуры и спорта, корпоративным фондом ЕРДЖКОМЕК и казахским НИИ культуры. Три ведомства объединились, чтобы притворить в жизнь проект реставрации исторических объектов городища Культубе. Ученые продолжают вести раскопки на территории древнего поселения и сейчас. Самым древним объектом, который обнаружили археологи на территории городища, является святилище I века до н.э. Относительно самого святилища историки выдвигают несколько гипотез. Первое – это святилище зарастрийцев, а второе – возможно, это мощное сооружение является предтечей тенгрианских храмов. Ведь Кангюи были самыми ранними тюркоязычными общностями, которые поклонялись солнцу, луне и небу. Со временем вокруг святилища разросся сильный город, важнейший пункт на Великом Шелковом пути, который называли Шавгар, потом Ясы и, наконец, Туркестан. В городище буквально каждый объект – это целая эпоха. Каждая трещинка на доме, осколок древней посуды и даже найденные в погребальницах кости людей нашептывают ученым историю многоликой Великой Степи, где в каждый период времени жили разные народы и культуры, совершенно друг на друга непохожие и малоизученные, потому и представляющие огромный интерес для научного сообщества Казахстана. Если посмотреть на изученные объекты и находки, видны четыре важнейших исторических периода. Это Кангюйский период, эпоха тюркского Каганата, период распространения и укрепления ислама и период казахского ханства. В свое время именно здесь жил и проповедовал суфий и поэт Ходжа Ахмед Исави, который похоронен на территории в 300 метрах от Культубе. Мавзолей Ходжа Ахмеда Исави, как вы знаете, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представляет собой шедевр человеческого созидательного гения, который со временем разросся в некрополь славных сынов казахского народа – ханов, биев и известных государственных деятелей. Раскопки на городище показали, что и самые известные во всем мире мавзолей Ходжа Ахмеда Исави возводили из материалов, которые изготавливались мастерами, жившими в древнем городище. Здесь обнаружены и изучены кварталы гончарных мастерских. Сейчас на территории древнего города проводятся масштабные археологические исследования с использованием современных технологий, георадарное сканирование, фотографиометрия, съемки с дронов, которые помогают выявить наиболее исторически ценные объекты. В городище Культубе археологи обнаружили действительно редкие и уникальные находки. Это золотые ювелирные изделия кангуйской эпохи, более поздние эпохи из серебра, бронзы и других металлов. Древняя и средневековая керамика – огромный фонд старинных монет, где самая древняя из них относится к тюргерскому периоду. Удивительны и монеты местного производства, датируемые XV и XVI веками. Не менее интересны образцы керамических изделий местного самобытного стиля, который является региональным ответвлением знаменитого тимуридского стиля. Интересен древний город и международным специалистам. Здесь соблюдается один из важнейших принципов ЮНЕСКО – целостность памятника. Тем более, что на Культубе сохранены культурные слои на всех этапах эволюции. Его изучение важно не только для Казахстана, но и всего тюркского мира. Анастасия Новикова, Абзал Туробеков, информационная служба телекомпании «Утрар».